И снова здравствуйте, мои дорогие! Вот и наступил долгожданный Новый 2022 год. Привыкаю уже говорить, уже несколько раз сбивалась, вы знаете. Но вот, тем не менее, пришёл он. Ещё раз всех поздравляю с Новым годом, друзья! И вы знаете, сегодня у нас воскресенье, уже второй день Нового года. Я пришла в свой любимый магазин Бизи-Би. Хотела посидеть тут, попить со своей знакомой кофе. Но вы знаете, магазин-то открыт. Но здесь ни единой души. И кафе закрыто. Праздник кончился. Вот посмотрите, я даже немножко специально прошла по этому чудесному магазину. У них здесь всё как было. Все ёлочки горят. Все украшения ещё не сняты. Но, тем не менее, ни единой души. Сейчас вот вы увидите, друзья. Ну и кафе, конечно же, тоже закрыто, как ни странно. Хотя вот обычно у них скидки уже бывают. Но сейчас что-то как-то, никаких скидок я не увидела. Но, тем не менее, я немножечко вам всё-таки сняла всю эту красоту. У нас Новый год продолжается. У нас ещё будет Рождество 7 января. Праздноваться. Потом у нас будет Старый Новый год 14 января. Потом у нас будут ещё Крещение 19. В общем, праздников ещё впереди полно. И свою-то ёлочку я ещё не убирала. Но, друзья, я сегодня хочу, знаете, что сказать? У меня же ещё и день рождения в январе. Поэтому вот я очень-очень всех вас прошу. Мне на день рождения, те, кто ещё не подписался на мой канал, но его смотрит. А таких, вы знаете, довольно много. Почти 50% моих зрителей, они не подписаны почему-то на мой канал. Я всех вас очень прошу, друзья, сделайте мне такой подарок к моему дню рождения. Пожалуйста, те, кто ещё не подписан, подпишитесь на мой канал. Уверяю вас, вы не пожалеете. Впереди у нас ещё много интересного будет. Ну, а также и я тоже, вы знаете, как-то улучшаю свои видео, совершенствуюсь и в съёмке, и в озвучке. Ну, и вообще монтирую теперь по-другому, вы же знаете. Поэтому, друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал. А сегодня у нас будет такое видео. Я не хочу вас ничем особо загружать. Просто хочу показать вам несколько маленьких, коротеньких сюжетов. То, как бывает интересно складывается здесь у меня вот жизнь. И когда из ерунды бывает проблема или наоборот какая-нибудь кохма. Давайте, друзья, посмотрим, что у меня сегодня для вас получилось. Хочу показать вам вот это здание. Это дом Оверсиксти. Гостиничного типа, о котором я вам рассказывала. И в котором хочет купить себе квартиру моя соседка Джун и её сестра. Это центр города Ньюпорт. Вот такая улица без единого деревца. Я хотела себе сделать, сварить холодец на Новый год. Вот полдня варила вот эту вот ногу свиною. Ну, вроде бы как нормально. Мяса много, замечательно. Вот. Но самое-то интересное, знаете, что она же не загустевает вот от такого. Ну, немножко, может быть, загустеет, но недостаточно для холодца. Но, друзья мои, дорогие, и бульон такой получился крепкий, замечательный. Ну, процедить только если. Так вот, я поехала желатин купить. Думаю, ну, добавлю желатина, как у нас обычно бывает. Слушайте, я обошла три магазина огромных супермаркета. Теска, Моррисон и МНС. Нигде я не нашла сухого желатина. Они даже меня не понимают, что я спрашиваю. Я спрашиваю желатин. Они мне несут, знаете, вот такие вот конфеты детские, желе такое. Вот ужас. Я просто не могу. Я еще раз вам рассказываю, как чудесно жить в Англии. Они не знают, что такое холодец. Вообще понятия не имеют. Ну, вот, понимаете, ладно бы холодец. Но они же делают желе. Я вот смотрю, что рыба у них есть такая в желе. Какие-то еще там в ресторанах подаются желеобразные вещи. Ну, может быть, это специально заказываются этот желатин несчастный. Что его не купить в обычных магазинах. Конечно, если поискать, может быть, где-то в малюсеньких, может быть, даже в том же польском магазине. Ну, наверное, можно найти. Но самое интересное, что вот такой ерунды, это трудно даже понимается. Ну, вот, например, вам будет удивительно, те, кто никогда не был в Англии, здесь не жил, понимать то, что у них нет здесь гречневой крупы. Они не знают, что такое гречка и гречневая каша. Ну, может быть, сейчас уже начали немножко разбираться, потому что здесь все-таки много приезжих, русскоговорящих объясняют, что такое гречневая каша. Ну, это же, в общем-то, шедевральный продукт, очень полезный, богатый железом и чем там только. Ну, вот они нет, они понятия не имеют об этом. Ну, да ладно, гречка. Обычного пшена, вот тоже я никогда не встречала. Или какую-то ячневую крупу, которую я обожаю. С кисломолочными продуктами просто беда. Это тоже трудно что-то найти, типа варенца или ряженки. Но это бы еще ладно. Давайте еще посмотрим качество и цены товаров в Англии. Мы, по-моему, с вами еще не смотрели вот так вот поподробнее. Такие специализированные мебельные магазины. Я думаю, что вам тоже будет интересно посмотреть. Во-первых, какая мебель здесь продается. А во-вторых, какие цены. Цены здесь собраны, вот видите, отдельно. На самих товарах цен нет. Редко когда они попадаются. Но я так вот хочу небольшой обзорчик вам, такой типа экскурсии провести по этому магазину. Магазин большой. Магазин красивый. Вот некоторые вещи, дизайнерские какие-то вот такие вот ходы. Даже интересно бы, наверное, было просто посмотреть, как здесь это все оформлено. Красиво. Мне очень нравятся у них здесь вот подушки вот эти вот. Ну и цену, посмотрите. Одна подушечка 28 фунтов. 2800 рублей. Дальше мне нравится очень обилие вот этих разных журнальных столиков. Вот это даже, кстати, мебель типа такой, которая у нас была с Рентоном куплена. Такой же цвет, если кто-то помнит. В нашем бангало. Она вроде бы такая неплохая, но, вы знаете, твердая. Вот мне очень нравятся вот эти фигуры металлические. Вот видите, велосипедист здесь стоит на круглом столике. Закругленный диван. Вот такие вот стулья, кстати, я себе присматриваю. Хочу купить на кухню, на свой этот кухонный островок. Пока еще он у меня существует. Но я хочу вертящиеся стулья. Вот посмотрите, какая классная еще одна металлическая фигура. Это жирафы тут. А вот эти столы, сейчас я их тут много вижу. Вот он, видите, еще один такой стул. Это, видите, что? Это собрано из кусочков дерева. Вот они. Дерево покрыто стеклом. Очень тяжелый. Я спросила у продавца. Вот женщина-продавец подошла. Она мне показывает, как они выглядят, эти столы. И что, если их покупать и перевозить, то это надо специально порядка четырех мужчин, чтобы перевезти. Ну, представляете, что это просто такая охапка дров. Вязанка в стекле. Ну, мне кажется, что здесь вот такие вот дизайнерские какие-то ходы. Довольно тоже интересно посмотреть. Я просто иногда захожу, вот именно, может быть, что-то себе перенять, посмотреть. Вот это вот мне очень тоже нравится. Я не знаю, как называется эта тумба. Может быть, под телевизор. А я бы, например, ее поставила вот в ногах у своей двухспальной кровати. Мне очень нравится. Вот эти выдвижные круглые столики. Ну, и последний, друзья, у меня для вас новогодний сюжет. Я хотела вас немножко повеселить под конец. Это я вот сейчас иду по центру Ньюпорта. Показываю вам. Сейчас мы пойдем в магазин Моррисон. Это вот такая у нас погода. Плюс 11. Второго января 2022 года, как я говорю. Ну, и последний сюжет. Я вам уже показала немножко, что на пруду я там ходила, кормила своих птиц, как обычно. Так вот, вы знаете, вот показываю вам вот этих чаек. Я их специально здесь сняла. Я убрала звук. Потому что для непосвященных, знаете, сразу такой ор этих чаек. Он может даже напугать. Поэтому я хочу сначала вам показать, как они орали. А потом расскажу сюжетик смешной, что у меня произошло. Вот мне написали, друзья, что я в чаек не кормлю. Вот я решила в чаек покормить. Вот послушайте, что творится теперь. И самое интересное, что... Ну, во-первых, так орут, что просто немыносимо. А во-вторых, ведь даже же... Это уже даже никто, ни гуси, ни лебеди, уже никто не может подойти. Тут же вон еще и гуси стоят у нас. Вон они, бедные. Так вот, расскажу, друзья, что произошло. Я обычно, когда кормлю своих здесь птиц на этом пруду, и я сразу иду в спортивный комплекс. Здесь, рядом с этим прудом, находится бассейн, в который я постоянно хожу. Ну, и я сняла вот это видео и пошла в бассейн. Пришла в раздевалку, переоделась там. И потом, значит, думаю, ну-ка я посмотрю, что у меня там получилось, какая съемка. Я пошла почему-то в туалет, решила, что там в туалете людей-то немного, практически не бывает. В раздевалке людей много, думаю, сейчас начнут у меня тут эти птицы кричать, и людей напугают. Я зашла в туалет, закрылась в кабинку, включила свою камеру и стала смотреть и слушать. Вот это вот, что я тут наснимала. Представляете, вот этот крик, конечно, ор этих чаек. Я послушала, выхожу, как ни в чем не бывало, из кабинки. И вдруг я смотрю, что мне навстречу бежит целая делегация. Эти работники бассейна и с ними вместе женщины. Они, значит, говорят, что, вы знаете, тут такой шум, чайки кричат. Наверное, где-то крышу они проломили или как-то сюда попали. В общем, надо их срочно ловить. И они тащат с собой сетку, чтобы, значит, ловить этих птиц. Они решили, что вдруг такой ор тут слышится, значит. И прилетели, залетели каким-то образом сюда, в чайки, в туалет. Друзья, это было так смешно. Но, когда я им стала объяснять и показывать, что это у меня всего лишь навсего на камере, извините, пожалуйста. Я не думала, что будет такой переполох. Ну и мы тут все вместе посмеялись, конечно. И вот такой вот получился смешной казус. Недоразумение было, которое я, конечно, запомнила. И больше уже крик этих чаек ни в каких общественных местах я не слушаю. Тем более в туалете за закрытой дверью. Ну и еще один хочу вам маленький сюжетец показать, друзья. Какие здесь были у меня ручные голуби. Это видео я снимала давно. Наверное, просто хочу вам повторить. Такие замечательные съемки, когда я кормила голубей. Давайте посмотрим. Вот мой красавец прилетел. Вот мой красавец прилетел. А где беленький твой друг? Это свиной фарш, вы знаете, вот, может быть, его лебеди-то и не едят как раз-таки. Не знаю. Вот какой ты красивый. Давай, давай, кушай. Ну, не боятся. А под ногами чайки ждут. Боятся, боятся садиться. Что не говори. А вот и беленький. А, нет. Нет, не беленький. Это чайки летают вокруг. Ну, и долго ты у меня будешь тут сидеть? Так. Я, наверное, все-таки недоволен он. Сейчас все-таки кину что-то. О, и чайки уже хватает. Ну, так долго ты будешь тут у меня корячиться уже. Вот. Я им сегодня принесла вот этот вот фарш свиной. Ну, вот эти, которые... Ой, ой, ой. Ой, ой, ой.